МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Седов вновь погрузился в мир платных парковок, чтобы рассказать, как работает этот проект и что ждет рязанцев в будущем. Осторожно! Возможен сход снега и наледи с крыши. Парковка машин не менее 4 метров от фасада здания. Давайте посчитаем вместе. Три, четыре. Примерно здесь должен стоять капот автомобиля. Но здесь ряд машин уже заканчивается. Оно и понятно. Если водитель начнет парковаться здесь, то это сильно ужмет дорожное полотно. Поэтому водители и паркуются поближе к зданию. Но здесь есть свои подводные камни. На улице зима, крыша покатая, от схода снега и наледи никто не застрахован. Но здесь есть одна проблема. Вся эта территория – платная парковка. За то, чтобы оставить свою машину здесь, нужно платить деньги. Предупредительные листовки развешаны по всему фасаду здания. Правда, на всей парковочной зоне нет ни одного автомобиля, водитель которого выполнил бы инструкцию, изложенную на бумаге. Подобная невнимательность автомобилистов уже приводила к происшествиям. На автомобиль упала ледяная глыба. Как результат – помятая крыша. Сама территория платной парковки также убирается спустя рукава. Горы снега, которые мешают стоянке машин. Уже это не оправдывает одно из возложенных ожиданий на платной парковке – пропускная способность автодорог. Из-за подобной уборки машины паркуются в кривь да в кость. И красивой ровной линии из припаркованных машин никак не получается. Реализация проекта платных парковок призвана решить и другие задачи. Например, упорядочить хаотичные парковки и создать комфортные условия для пешеходов и общественного транспорта. Проект платных парковок задумывался еще и для того, чтобы автолюбители передвигались по городу не на своих машинах, а на общественном транспорте. Но, как можно заметить, остановки по-прежнему полупустые, а в общественном транспорте ездят не так много людей. Говорить об отношении людей к проекту платных парковок можно бесконечно. Автолюбители, конечно же, против. А вот те, у кого машин нет, голосуют за. Правда, в одном граждане остаются едины. Некоторые минусы таких парковок испытывают и автолюбители, и пешеходы. В одном из прошлых сюжетов мы рассказывали о том, как зоной платной парковки стал частный сектор на улице Полевой. Реализация проекта платных парковочных зон еще не закончена. Завершен только второй из четырех этапов. Как комментируют в своем официальном заявлении представители администрации города, платным парковкам есть альтернатива. Бесплатные места для автомобилей располагаются в радиусе 500 метров от магистральных улиц, по которым осуществляет движение общественный транспорт. Мы находимся на улице Щедрина. Здесь разрешена стоянка и остановка транспортных средств, чем и пользуются водители. Но кто знает, может через какое-то время вся эта территория станет зоной платной парковки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедший год тема жестокого обращения с животными стала особенно актуальной не только в Рязани, но и во всей России. В связи с этим правительство нашей страны предпринимает меры для соблюдения законности в этой сфере. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Изменения в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации были внесены в связи с участившимися случаями избиения, убийства, издевательства и пыток бездомных животных. Теперь за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшей его гибель или увечья, предусматривается в числе прочего лишение свободы на срок до трех лет. За те же действия, совершенные группой лиц в присутствии малолетнего с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, а также в отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от трех до пяти лет. В Рязани стартовал городской конкурс органов ученического самоуправления «Своя позиция». В этом году он пройдет в нашем городе уже в одиннадцатый раз. Организаторы отмечают, что «Своя позиция» – это уникальный для нашей страны проект. Комплекс мероприятий которого позволяет всесторонне оценить органы ученического самоуправления каждого учреждения, обменяться опытом и проверить знания членов самоуправления. Познакомиться с участниками, организаторами, членами жюри представители СМИ смогли на пресс-конференции. Несмотря на то, что официальное открытие конкурса ученического самоуправления «Своя позиция» уже состоялось, конкурсная программа еще не началась. Именно здесь, на пресс-конференции, школьники смогли задать интересующие их вопросы и разъяснить непонятные моменты. Конечно, таковых было немного, ведь «Своя позиция» – конкурс широко известный в Рязани. Со временем он, конечно же, меняется, но его главная цель остается неизменной. Сами организаторы видят ее в развитии системы ученического самоуправления. Мы хотим, чтобы положительный опыт, интересные наработки распространялись. Мы хотим, чтобы Рязань знала своих молодых героев и чтобы у ребят появилась возможность для дальнейшего развития. В конкурсе принимают участие лидер и его команда. Именно они представляют систему ученического самоуправления, которая действует в их школе. Это может быть Школьный парламент, Школьная дума, Совет старшеклассников или, как, например, в школе номер 3 – Федерация молодежи. Ученики третьей школы не пропустили практически ни одного конкурса «Своя позиция». В этот раз образовательное учреждение представляет Арина Храпова. Я участвую с той целью, чтобы приобрести навыки работы в команде, получить нескончаемое количество позитивных эмоций, возможно узнать что-то новое, даже не возможно, а точно узнать что-то новое. И, конечно же, обмен опытом. То есть, благодаря тому, что в конкурсе участвуют несколько школ, можно узнать, как работает орган ученического самоуправления в других школах города Рязани. Конкурс включает в себя три номинации. Лидер, в которой победит лучший участник, команда, где приз получит коллектив, сопровождающий участника. И система. Здесь будет оценена лучшей системой деятельности органа ученического самоуправления. Конкурс будет проходить на протяжении двух месяцев. Участие в нем в этом году примут команды из 26 школ. Ребятам предстоит выполнить несколько конкурсных заданий. Например, провести школьное мероприятие, поучаствовать в круглом столе, принять участие в деловой игре «Блиц». Команды участников тоже будут загружены работой. Им предстоит освещать деятельность своего органа самоуправления и участие своего лидера в школьных средствах массовой информации, вести страничку в социальной сети ВКонтакте. Оценивать работу конкурсантов будут члены жюри и экспертные группы, в состав которых входят педагоги, специалисты по молодежной политике, журналисты, юристы и режиссеры. Ну, а итоги состязания будут подведены в марте. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Россияне постепенно привыкают к новым банкнотам номиналами 200 и 2000 рублей, которые так разительно отличаются по дизайну и цвету от остальных денег. В Рязани уже практически не возникают проблемы с оборотом этих купюр. О новых банкнотах и о том, что же делать, если вдруг в магазине на кассе у вас откажутся принимать эти деньги, расскажет Алена Куколева. Рязанцы могут пожаловаться на продавцов, которые не принимают новые купюры номиналом 2000 или 200 рублей. В Роспотребнадзоре работает горячая линия. Также жалобы можно направить в отделение Банка России. Специалисты банка объясняют, если в магазине у вас не приняли новые бумажные деньги, продавца можно серьезно наказать. За ущемление прав потребителей предусмотрен серьезный штраф. Отказ приемного в банкноте должен рассматриваться как противоправное действие, которое ограничивает права потребителей и препятствует заключению договора купли-продажи. Максимальный размер штрафа за это противоправное действие может составлять 50 тысяч рублей. Вероятно, в некоторых торговых точках отказываются брать новые купюры, потому что они только входят в оборот и внешне сильно отличаются от привычных банкнот. У нашей съемочной группы проблем с оплатой покупки новой банкноты не возникло. На территорию Рязанской области новые деньги поступили в начале декабря. 200 бумажных рублей ярко-зеленого цвета и 2000 непривычного синего. Получились не только красивые, яркие, легко распознаваемые в кошельках, но еще и высокотехнологичные, потому что такого комплекса защиты нет еще не на одних купюрах. И я уже говорила, что можно этот продукт назвать инновационным, потому что при разработке этих, при изготовлении этих купюр было использовано только патентов Гознака 15. И, конечно, лучшие мировые практики и мировые решения. На просвет, под наклоном и на ощупь. Целый комплекс элементов, которые определяют подлинность новых банкнот. 15 степеней защиты, как известные россиянам, так и совершенно новые. На лицевой стороне купюры находится QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно перейти на сайт Центробанка и там прочитать о защитных признаках новых купюр. А с помощью лупы на оборотной стороне можно увидеть мелкие графические элементы. На купюре в 200 рублей изображение растений и животных Крыма. В купюре номиналом в 2000 рублей впервые применен оптический переменный элемент. Это подвижное кольцо. То есть, если мы посмотрим в центр купюры, то увидим русский мост как раз на фоне золотого солнца. И там присутствует вот это вот подвижное кольцо. Кольцо делает купюру, если мы посмотрим, объемной. Кажется, что она толщиной полсантиметра. И при повороте купюры это кольцо начинает двигаться. То есть, впервые на банкнотах применен такой оптический переменный элемент. Обнаружить фальшивку поможет и специальное мобильное приложение. Называется оно «Банкноты-2017». Нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и сравнять рамку на экране с краями банкноты. В итоге высветится положительный либо отрицательный вердикт. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Прошедшие сутки для рязанских автомобилистов оказались весьма непростыми. В регионе случилось 4 ДТП, в результате которых погиб один человек. Еще трое получили травмы. Авария со смертельным исходом произошла 22 января. Примерно полвосьмого утра на 64-м километре автодороги Шацк-Сасово-Касимов. По предварительной информации, 50-летний житель города Сасово, управляя автомобилем Toyota Corolla, находясь на своей полосе, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении 63-летнего жителя поселка. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Другие две аварии вызвали большой резонанс среди жителей Рязани. Видеозапись первой из них распространилась в сети интернет. На ней видно, как маршрутка наезжает на пешехода. Происшествие случилось на Первомайском проспекте 22 января в 8 часов вечера. 56-летний житель города Рязани, управляя автомобилем Gazelle Next, совершил наезд на переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу 34-летнего жителя областного центра. Как пояснил водитель 99-й маршрутки, во время движения его внимание отвлекли пассажиры, которые передавали ему деньги за проезд. Смотрю, уже проехал срутофор, желтый загорелся. И человек. В результате происшествия пешеход доставлялся в медицинское учреждение. Другая авария с участием маршрутки случилась также в понедельник в 16.35 на улице Стройково. 56-летний водитель, который следовал по маршруту номер 85, пояснил, как произошло ДТП. С стороны, какая-то там улица, Гагарина, в сторону Островского. Подъезжая к пешеходному переходу, с левой стороны, ну, с той стороны, переходила девушка. Я видел ее, она остановилась. Я думал, что она пропустит меня и поехал. Скорость примерно, ну, 30 километров в час, не больше. Она в купюшоне укутанная. Вдруг она резко побежала. Я ничего не смог сделать. Я нажал на тормоз, но все равно ее зацепил. По предварительным данным, в салоне маршрутки находилось 15 человек. Происшествие было запечатлено на видеорегистратор водителя маршрутного такси. Пострадавшая девушка с травмами была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По фактам ДТП проводится проверка. Все обстоятельства аварии уточняются. Кроме этого, за прошедшие сутки в регионе произошло 29 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 2670 нарушений правил дорожного движения. Задержано 9 водителей в состоянии объединения. Госавтоинспекция региона напоминает водителям транспортных средств о том, что необходимо быть внимательнее на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения России. 23 января исполнилось 90 лет службе дознания Федерального государственного пожарного надзора. За прошедшие годы в Рязанском регионе накоплен огромный опыт в расследовании уголовных дел по пожарам. На вооружении органов дознания одни из самых передовых технологий. Валерий Седов расскажет подробнее о деятельности данной службы. Про них написано не так много книг, а фильмов снято и того меньше. Хотя профессия этих людей располагает к тому, чтобы увековечить их дело в веках. Дознавателям в системе государственного пожарного надзора в массовой культуре уделено очень мало внимания. Они прибывают на пожар практически одновременно с огнеборцами. И уже на углях и обугленных фасадах здания строят картину произошедшего. Короткое замыкание, умышленный поджог или просто неправильное использование бытовых приборов. Все тайное для них становится явным. Дознание по делам о пожарах является одним из самых сложных, если не самым сложным направлением в расследовании происшествий и преступлений. Огонь уничтожает все следы, разрушает первоначальную обстановку на момент пожара, а также возможные улики. Задача дознавателя – найти причину пожара и виновных лиц в ее возникновении. Вооруженные лишь ручкой, блокнотом и протоколом дознаватели буквально исследуют каждый уголек, чтобы составить точную причину пожара. За 90 лет их работа сильно изменилась. У них появилась переносная криминалистическая лаборатория. Это небольшой чемоданчик, в который помещается измерительное оборудование, комплект для фото- и видеосъемки места пожара, а также инструменты для упаковки особо важных объектов и дальнейшего их исследования. От пристального взгляда дознавателей не скроется ни одна деталь. Даже в тех случаях, когда здание выгорает дотла и на месте преступления остается только фундамент, профессионалам своего дела под силу расследовать и такие сложные происшествия. Опрос свидетелей, хозяина дома, выезд на место пожарной лаборатории – каждый пункт выполняется четко и точно. Раскрываемость причин пожаров у рязанских дознавателей свыше 90%, хотя в нашем городе существует всего 11 человек, которые посвятили себя этой профессии. Пожар в здании цирка 25 января. Огонь, уничтоживший два нежилых здания в Касимове 23 августа. Во всех этих делах установлены причины возгораний и выявлены виновники. От главного управления МЧС России выражаю благодарность всем дознавателям Рязанской области за выбор профессии и преданность делу. Желаю всем доброго здоровья, успехов. И пусть профессиональное чутье никогда вас не подводит, а удача сопутствует вам во всех делах. Мы присоединяемся к поздравлениям и хотим также пожелать холодного ума, зоркого глаза и твердости руки всем российским дознавателям. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Рязанская область славится своими спортсменами. Сейчас, когда любовь к спорту у молодежи вновь набирает обороты, наши ребята показывают очень хорошие результаты. Рязанские юноши завоевали несколько медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. О том, как это было, расскажет Ирина Ковалева. Кикбоксингом в Рязани занимается около 400 человек, а федерация этого вида спорта существует в регионе порядка 10 лет. За это время рязанцы завоевали не один десяток, а может быть и не одну сотню наград. Совсем недавно копилка медалей и кубков вновь пополнилась. Спортсмены спортивной школы «Золотые купола» приняли участие в чемпионате ЦФО по кикбоксингу в Брянске и показали высокие результаты. Участвовали в соревнованиях пять представителей Рязанской области и каждый из них уехал с медалью. Три золота, две бронзы, а также призы за лучшую технику и волю к победе. Для нас это показатель того, что и тренерский штаб, и спортсмены ведут правильную работу, подготовку, соответственно, и выступая на соревнованиях. Для нас это почетно, когда Рязани отмечают среди, допустим, 18 областей и за лучшую технику мы призы увозим в Рязань. Соответственно, и приз за волю к победе – это спортсмен, который показывает высокий результат, условно говоря, выигрывая в морально-волевых качествах, когда сложные соперники. Это тоже такой престижный приз, и мы рады, что они у нас. Владислав Власенко – обладатель приза за лучшую технику и золотой медали в весовой категории до 67 килограммов. Кикбоксингом он занимается седьмой год, и это не первая высокая награда для него. Как и все предыдущие, она далась Владиславу нелегко. Каждое соревнование сложное по-своему. Соперники, скажем, годом становятся еще сильнее и опытнее, и, следовательно, бои у меня все сложнее и сложнее становятся. Но это определенный опыт, то есть я также расту на этом, развиваюсь как и в физическом плане, так и в тактическом плане, так же и в психологическом плане. Илья Конобеев также обладатель золотой медали в весовой категории 60 килограммов. Занимается он, как и Владислав, седьмой год. Я выберу именно этот вид спорта, потому что считаю, что он самый динамичный, самый интересный, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения каких-то проявлений своих физических способностей. Кстати, на последних соревнованиях он тоже стал обладателем приза за лучшую технику. Ну, я думаю, получить такой приз, это является дополнительным стимулом работать над собой, шлифовать, улучшать свою технику и тактику ведения боя. Еще одну золотую награду завоевал Дмитрий Рубцов, ставший победителем первенства ЦФО. Бронза в активе Даниила Выборнова и Александра Майорова. Последний, кроме того, получил приз за волю к победе. Соревнования чемпионами и призерами, которых стали ребята, являются отборочными и подготовительными для чемпионата России, где будет производиться отбор в национальную сборную. Кстати, Рязань является постоянным поставщиком спортсменов в команду России. На данный момент восемь рязанцев представляют разные весовые категории возраста в национальной сборной, что является лучшим показателем высокого уровня рязанского кикбоксинга. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». О развитии спорта в Рязани свидетельствует и открытие новых спортивных комплексов, тренировочных площадок. Еще об одном интересном проекте появилась информация на сайте городской администрации. Центр уличного спорта, уже сейчас получивший название «Под мостом», должен появиться в Рязанском лесопарке под настоящим мостом. Планируется, что этот социальный проект может стать площадкой для соревнований по баскетболу международного уровня. По проекту три из восьми площадок центра будут оборудованы для занятий баскетболом. В комплексе также будет расположена зона для детей, тренировочная зона воркаута, корт для игры и игровая коробка для дворового футбола. На площадке центра планируют разместить теплые раздевалки и помещения для тренеров. В сообщении отметили, что проект будет реализован уже летом 2018 года, чтобы уже в августе провести на территории центра финал Кубка России по уличному баскетболу. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»